Люди считают, будешь жить правильно, заслужишь билет на небеса. Твои добрые дела делают тебя достойным небес. Но Нагорная проповедь Иисуса не рецепт спасения. Мы спасаемся не добрыми делами, а благодатью через веру в Иисуса Христа. Никакие добрые дела не приведут вас на небо. На небеса попадают не хорошие люди, а те, кто прощен. Привет, я Пол. Почти 10 лет назад мой папа, мой герой, мой пастор неожиданно скончался. Он построил крупную церковь и оставил на нас большую ответственность. Когда он умер, я потерял не только отца, но и веру, цель и будущее. Но Бог пришел, восстановил мою веру и дал мне послание надежды, чтобы я мог делиться ним с вами. Вы здесь не случайно. Бог не отвернулся от вас. Ваши лучшие дни ждут вас впереди. И вы победитель в жизни, потому что в вас живет Иисус. Иисус произнес эту проповедь, заботясь о людях. Самая популярная проповедь Иисуса, Нагорная проповедь, описана в Матфее с 5 по 7 главы. Библейские эксперты утверждают, что Иисус проповедовал истины из этой проповеди, куда бы он ни шел. Мы не можем сегодня охватить все стихи этих трех глав. Мы рассмотрим первые 16 стихов, поговорим подробно о разделе этой главы, включающей заповедь блаженства. Скажите, блаженство? Я верю, что стихи из Писания являются ключом к счастливой жизни. Иисус говорит «блаженны», то есть «счастливы те, кто так живет». Он не имеет в виду поверхностное, напускное счастье. Он говорит об истинной устойчивой радости. Написано, увидев народ, Он взошел на гору, и приступили к Нему ученики Его. Он вышел к народу, «Я хочу пойти в народ», и Он сел среди них. Представьте, если бы Я сидел, а вы должны были всю проповедь стоять. Вы бы сказали «найди другую церковь, где можно присесть». Я не заставлю вас стоять. Но Иисус сел и начал их учить. Он сказал «блаженны и нищие духом, ибо Царство Небесное принадлежит нищим духам». Что Он имел в виду? Почему благословенны или счастливы те, кто нищ духом? Непоколебимая радость принадлежит тем, кто нищ духом, ибо их есть Царство Небесное. Что имел в виду Иисус? Он говорил о неофициальной нищете, а о духовной нищете. Благословенны те, кто создают себя духовными банкротами через Иисуса. Некоторые люди почитают себя духовно богатыми и достигшими. Они говорят «я не как грешник, те лицемеры, я достиг совершенства». Иисус говорит, что такие люди не увидят Царство. Благословенны те, кто понимает, что без крови Иисуса Христа вы абсолютно негодны. Моя праведность как запачканная одежда в глазах Божьих. Иисус говорит, что ты благословен, если понимаешь, как сильно тебе нужен Бог. Иисус как бы приводит иллюстрацию в 18 главе Луки 9 стиха. Он говорит о человеке, который был сильно уверен в своей праведности и смотрел на всех сверху вниз. То есть Иисус говорит, что есть люди, которые считают себя хорошими, добрыми и совершенными. Они гордятся собой тем, какие они хорошие и праведные. Как раз для таких людей эта история. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, то есть религиозный человек. Он начал молиться. «Боже, я благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди в этой церкви. Я намного лучше их. Я не как эти грабители, обидчики, прелюбодеи. Или как этот мытарь». Он начал сравнивать себя с другими людьми. И потом Иисус приводит в пример другого человека. Кстати, это не все слова религиозного человека. Он сказал, «Я пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего». А другой мытарь стоял в стороне и даже боялся поднять глаза. Его язык тела что-то говорит нам о моего личности. Он не смел даже поднять глаза на небо. Но ударяя себя в грудь, говорил, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Смотрите, что говорит Иисус. Он говорит, «Сказываю вам, что сей пошел более оправданным». Иисус показал человека совершенного в глазах своих и несовершенного, который это осознавал. Иисус сказал, что один из них ушел домой оправданным, а другой нет. Один примирился с Богом, а другой нет. Дело не в том, что вы думаете о себе. Нагорная проповедь перевернула все с ног на голову. Люди считают, будешь жить правильно, заслужишь билет на небеса. Твои добрые дела делают тебя достойным небес. Но Нагорная проповедь Иисуса не рецепт спасения. Мы спасаемся не добрыми делами, а благодатью через веру в Иисуса Христа. «Никакие добрые дела не приведут вас на небо». На небеса попадают нехорошие люди, а те, кто прощен, те, кто знают, что согрешили и каются перед Богом, принимают благодать и милость Иисуса. Они уверовали в Иисуса, в Его смерть на кресте. Вот как мы получаем спасение. Они соблюдаем список правил. В заповедях блаженства Иисус учит нас тому, как жить после того, как мы получили спасение. Так должны жить те, кто уверовал в Бога. Это то, что так привлекает Дух Божий. Когда ты знаешь, что тебе нужен Бог, и ходишь в смирении перед Ним, когда ты знаешь, что без крови Иисуса Христа ты негодный человек, тот, кто это не признает, не увидит царство. Он говорит, что знает Бога, но не приносит плода, которые ищет Бог. Наша цель — уподобиться Христу. Мы должны искать того, чего хочет Иисус. Мы читаем, что Иисус хочет видеть нас. Он хочет видеть смиренное, сокрушенное сердце и нищету Духа. Не финансовую нищету. Финансовая нищета не есть благословение. Он называет блаженными тех, кто духовно ощущает себя банкротом и понимает, мне нужен Иисус в каждом моем дне, с утра до вечера. Иисус нужен мне как отец, как муж, как пастор. Иисус нужен мне, как я один. И когда я среди людей. Он нужен мне на скоростном шоссе и в Талсе, когда водитель впереди едет, как черепаха. Я отчаянно нуждаюсь в Иисусе. Кто из вас тоже в Нем нуждается? Вы говорите, да, это Я. Добрая новость. Царство Божие принадлежит вам. Я не шучу. Иисус говорит людям, признающим свою потребность в Иисусе, что Царство Небесное открыто для вас. В той же Нагорной проповеди, но уже в 7 главе Иисус говорит, не судите других. Он обращается к фарисеям. Вы любите судить других. Перестаньте всех осуждать. Да не судимы будете. Ибо какой меру и судите других людей, такой мерой будут судить и вас. Если ты смотришь на кого-то сверху вниз, называешь кого-то лицемером, здесь в церкви так много лицемеров, да, и ты первый. Иисус говорит, наблюдайте за собой. Порой мы не замечаем недостатков других людей в церкви. Вы говорите, я не такой, как они. У этой семьи столько проблем, ужас, а та семья вообще гордится. Иисус призывает, не судите других. И в 3 стихе Он говорит, что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе. Не чувствуешь? Ирония в том, что и сучок, и бревно из того же материала. Если посмотреть на сучок, я сейчас вырву из бревна сучок. Крошечный такой. И его и едва видно. Вы говорите, еще как вижу. Я очень даже вижу сучок в глазах моей жены. Ей нужно изменить свое отношение. А Господь вам отвечает, послушай, ты вообще видел огромное бревно, торчащее из твоего зрачка? Ты всех вокруг пытаешься исправить, при этом не видя, что торчит из твоего глаза. Сэм Олсен, встань, пожалуйста. Мне пригодится для иллюстрации молодежный пастор. Подержи, сучок. Это также актуально в нашей работе. Вы видите, что ваши сотрудники плохо выполняют свою работу и считаете, что ваша задача указать им на их ошибки. Перестаньте осуждать всех вокруг. Иисус говорит, что этот суд к вам же и вернется. Замечайте, как часто вы осуждаете кого-то в церкви или на работе, или вы смотрите новости и говорите, поверить не могу. Что за родители? Я никогда бы не стал чем-то подкупать своих детей. И вы начинаете комментировать. Таких вообще судить надо. По ним тюрьма плачет. Помни, из твоего глаза торчит бревно, когда ты говоришь о президенте, о губернаторах и так далее. Ты думаешь, что они должны измениться. Но Иисус говорит, заповеди блаженства, во-первых, для тебя. Признак духовной зрелости, внутренний самоанализ. Ты, во-первых, применяешь Слово к себе. И Дух Святой тебя обличает. То есть, когда я слышу хорошую проповедь, моя первая мысль не... Я знаю, кому дать запись этой проповеди. Я скопирую ссылку и пришлю ему. Я должен это услышать. Но когда я думаю, Господь, начни с меня. У меня есть сферы, в которых я еще так слаб. Работай со мной. Сэм, спасибо. Можешь оставить кусочек этот себе. А я еще поддерживаю это бревно. Мне еще нужно над этим поработать. Царство мира говорит, хочешь быть великим, о тебе должны узнать все. Но Иисус говорит, хочешь быть великим, нужно молиться. Хочешь быть лидером, будь слугой. Хочешь подняться вверх, смиряйся. Это потрясающе. Он перевернул все наши представления. Он не сказал, что заповеди Моисея устарели. Иисус сказал, блаженны плачущие. Здесь речь не в том, что льются слезы. Мы можем смотреть душесчипательный фильм и плакать. Он говорит о печали, когда ты раскаиваешься в своих грехах. Иногда плакать хорошо, а иногда плохо. Повернись к соседу и скажи, плакать хорошо. Печалясь в раскаянии, ты проявляешь смирение перед Богом. Твое сердце сокрушено. Я помню, в школе я сделал то, о чем потом сильно пожалел. Сначала было сожаление, а потом печаль. Бог не хочет, чтобы мы жили в сожалении. Ключ не в том, что мы сожалеем о содеянном, а в нашем покаянии. Покаяние не оставляет вас с вашим сожалением. Но вы снова чувствуете уверенность в том, что вы приняты Богом, что вы прощены и любимы. Он очистил вас, но все начинается с печали. Я помню, сделал то, о чем потом очень сожалел. Я почувствовал в своем сердце раскаяние. Мне было очень плохо. Дух Святой обличал меня. И затем это привело к покаянию. От печали и сожаления я перешел к покаянию. Я вошел в свою комнату. Я не стал даже говорить об этом с родителями. Я хотел сразу поговорить об этом с Богом. Я закрыл дверь и начал взывать к Богу. О, Бог, как мне жаль. Ты так нужен мне. Я прошу тебя. Пожалуйста, прости меня. Господь, я благодарю тебя, что ты отбросил мои грехи, как далек восток от запада и больше не вспоминаешь о них. Но, Господь, я хочу, чтобы ты знал, что тебе одному согрешил я. И я прошу тебя о твоей благодати. Знаете, что произошло? Это было удивительно. Я рассказываю все подробно, потому что я отчетливо все помню. В комнату вошло великое присутствие. мир, благодати и прощения. Вы сидите и гадаете, что же он такое сделал? Интересно же, это не ваше дело. Разберитесь с собой. Я буду разбираться с собой. Бог омывал меня, очищал, и я вышел из своей комнаты с сознанием праведника. Невозможно иметь праведное сознание, когда вы не раскаялись в грехах, которые вы знаете, что совершили. Не беспокойся, Бог обо всем позаботится. Я не собираюсь сожалеть о содеянном. Ну, подумаешь, немного позавидовал, немного выругался, немного не послушался. Да разве это была похоть? Но так может быть немного. Нет. Мы должны сокрушаться перед Богом в своих грехах, признаваться перед Богом, что мы были неправы, не считать это маленьким грехом. В Нагорной проповеди Иисус учил о том, что если кто ударит вас в щеку, не нужно бить его в ответ. Я увидел прекрасную иллюстрацию этого прямо здесь, в церкви. Моего отца ударили по лицу. Это случилось посреди служения. Кто-то был здесь и помнит об этом? Об этом даже говорили в вечерних новостях. Люди увидели запись, как Билли Джо Доггерти молился за людей у алтаря и на него набросился мужчина. Мой отец принял удар, потекла кровь, и он повернул другую щеку, и тот снова ударил его. Потом ашеры его успокоили. Мой отец тут же превратил это в проповедь о прощении. Он сказал, мы простим его, мы любим его. Это был пример прощения. Кто-то скажет, это слишком радикально, я так не могу. Иисус сказал, если хотите следовать за мной, если вы исповедовали меня своим Господом, я ищу людей, которые будут кроткими по природе. Кроткость это не слабость, на самом деле это сила. Скажем, вы муж, и физически вы сильнее вашей жены, или вы жена, и можете победить вашего мужа в любом словесном споре. Вы умеете делать так, чтобы он почувствовал себя полным идиотом. Вы умеете орудовать словами, и если вы начинаете говорить, вас не переспоришь. Вы как огнедышащий дракон, вы можете разнести его в пух и прах, но я покажу вам, что означает кроткость. Прости меня. О, нет, Пол. Чего это я должен просить прощения, если они правы? Кроткость означает выбрать путь смирения. 1 Петра глава 5 стих 6 смиритесь под крепкую руку Божью. Это означает доверьте отмщение Богу, верьте, что Бог отомстит за вас. Если сейчас вы чувствуете, что к вам неправильно относятся, на вас наговаривают, пытаются обманом обойти вас, очерняя вас в глазах других, опуская вас даже в ваших глазах, смиритесь под крепкую руку Божью. То есть доверьте Богу, что Он все обратит во славу Свою в вашей жизни, и Он вознесет вас в свое время, потому что всякий превозносящий сам себя унижен будет, но кто смиряет себя, будет вознесен. Это послание из совсем другого царства, царства, противоположному этому миру. Царство мира говорит, хочешь быть великим, о тебе должны узнать все, но Иисус говорит, хочешь быть великим, нужно тебе молиться, хочешь быть лидером, будь слугой, хочешь подняться вверх, смиряйся, это потрясающе, Он перевернул все наши представления, Он не сказал, что заповеди Моисея устарели, я хочу, чтобы вы были кроткими, были нищими духом, я хочу, чтобы вы печалились о своих грехах, и Он говорит, блаженные жаждущие, спросил своего соседа, ты жаждешь? Чем больше я пью от мира, тем меньше я жажду Иисуса, но парадокс в том, что чем больше я пью от мира, тем больше опустошенным становлюсь, блаженные милостивые, ибо они помилованы будут, некоторые люди читают заповеди блаженства и воспринимают их как девять духовных даров, скажем, я имею дар милости, еще немного, восьмого дара, но я вообще не из кротких, это не для меня, то есть мы выбираем, что нам подходит, кто из нас когда-нибудь проходил тест на личность, типа диксис, мы пытаемся разобраться, какой тип личности, также порой мы поступаем из Библии, здесь в блаженствах описаны девять характеристик, я выберу, что мне по душе, нет, не в этом случае, Иисус также сказал, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят, мне нравится смотреть в глаза нашего младшего, Мэку, девять месяцев, у него голубые чистые глаза, он такой милый, когда я смотрю на него, того, кто еще не запачкан этим миром, его еще не затронули разочарование и негативный опыт, о нем заботятся, его кормят, я думаю, Бог желает, чтобы в наших сердцах была такая же чистота, чтобы мы относились к людям цинично, чтобы мы не относились к Богу и к церкви с цинизмом, и не носили в себе раны, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Давид вызвал в 50-м псалме сердце чистое, сотвори во мне Боже и Дух правый обнови внутри меня, потому что можно быть последователем Христа, но не жить во свете, в Царстве Света. Римлянам глава 13 стих 11 говорится, что пришла пора отвергнуть тьму, потому что ночь пришла и день приблизился. Пора отвернуть пьянство, эгоизм, зависть и любое злое намерение в нашем сердце и начать жить во свете. Вы можете быть верующим, но все еще не разобраться с темными сторонами вашего сердца. Иисус призывает нас оставить это и начать жить самой благословенной жизнью, жить заповедями от блаженства. И это не рецепт того, как спастись. Блаженные миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Этот стих многие понимают неправильно, они думают, что быть миротворцем означает избегать конфликта любой ценой. Если начался конфликт, я лучше выйду из комнаты, время исцелит наши раны. Проходят годы, а вы так и не разобрались с тем конфликтом. Послушайте, иногда полезно выйти из комнаты, чтобы остыть, но нужно потом вернуться в комнату, чтобы поговорить и примириться со своей семьей. избегая конфликт, вы не обретаете мир. Мир приходит тогда, когда вы спокойно разбираетесь в конфликте и говорите, давайте поговорим. Если я не прав, я прошу прощения. Я не хочу тебя ничем обидеть. Я не хочу выйти из комнаты, как ни в чем не бывало. Мы должны сделать все, что можем, чтобы примириться. Блаженные миротворцы, блаженные, изгнанные за правду. Кто-то из вас относит это к себе, но вас остановили за превышение скорости, а вы говорите, что они вдруг гонят на меня. Иисус говорит вам, нет, ты превысил скорость, тебя штрафовали. Это не гонение за правду. Я помню, как в детстве мы с семьей одну пятницу в месяц проводили евангелизацию в бедном районе. Мы приносили людям еду и устанавливали детскую палатку. Мы ставили шатер для служения и проводили молитвы за спасение и исцеление. Я тогда помогал в детской палатке и носил с собой детскую библию. На ней был нарисован мультяшный герой Солти. Я помню, я шел с библией под мышкой, и детвора толкнула меня в грязь. Я помню, в этот день шел дождь. Я помню, они толкнули меня, начали рвать страницы моей библии. Они кричали, убирайся отсюда, чтобы тебя больше не было в нашем дворе. Ты ничтожество. Я не привык к такому повороту событий и не знал, что сказать им в ответ. Я лежал в луже и плакал. Возможно, им показалось, что я слабак. Помню, вечером я так негодовал. Папа, мама, но почему так? Мы же так стараемся, что я сделал не так, не понимая, почему они так со мной поступили. Я помню, папа ответил, Пол, это даже хорошо, потому что Иисуса тоже часто ненавидели. Над Ним смеялись, Его презирали. Каждый раз, когда тебя гонят за Иисуса, это драгоценно для Бога. Не убегай от этого, не злись, не пытайся мстить. В этом есть что-то, что приближает тебя к сердцу Иисуса. И в Нагорной проповеди Иисус говорит, когда вы переживаете гонение от людей, когда вас оскорбляют или ложно в чем-то обвиняют, это происходило и со мной, говорит Иисус. Не нужно мстить за себя. Отмщение принадлежит Господу. Молитесь о ваших гонителях. В Нагорной проповеди Он призывает любить не только тех, кто вас любит, но и тех, кто вас ненавидит. Если кто-то просит у вас одну одежду, дайте ему две. просят пройти одно поприще, пройдите два. Молитесь о тех, кто гонит вас. Я надеюсь, что это послание вдохновило вас и напомнило вам, что Бог за вас и с вами. Он любит вас. Может, вы, как и я, порой ловите себя на том, что судите других людей, смотрите на сучок в глазу другого, а бревно в своем глазу не замечаете. И сегодня этот день, когда вы можете сказать «Господь, разберись сначала с моим сердцем, помоги мне избавиться от мусора, от неправильного отношения, неправильных мыслей. Может быть, заповеди блаженства сегодня напомнили вам, что означает быть благословенным, быть счастливым и радостным. Это счастье в кроткости и в том, чтобы больше жаждать Бога». Может, вы забыли, что вы свет миру, что у Бога есть план и цель для вашей жизни. Бог хочет, чтобы вы сияли на любом месте. Помолитесь сейчас вместе со мной. Иисус, я весь Твой. Делай, что Ты хочешь в моем сердце. Работай в тех сферах моей жизни, где мне еще нужно расти. Помоги мне быть милостивым к другим, ведь я так нуждаюсь в Твоей милости. И я принимаю ее сегодня. Используй мою жизнь, Господь, чтобы указывать другим на Тебя. Во имя Иисуса. Аминь. Если вы помолились этой молитвой, добро пожаловать в Божью семью. Я верю, что Бог будет использовать вашу жизнь для Его целей и задач. Может, на этой неделе Бог использует вас, чтобы засвидетельствовать кому-то, о ком-то помолиться, пригласить кого-то в церковь. Если мы можем вам как-то послужить, сообщите нам об этом через наш сайт. Также вы на сайте можете найти наши трансляции. И если вы будете в Талсе, приходите к нам на служение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова